Добрый день, я лично к вам отношусь с вашим уважением как опытным дипломатом, как государственником. Вот сегодня страна переживает непростые времена. Как могли вы характеризовать данную политическую ситуацию? И эта ситуация как выглядит со стороны наших внешних партнеров, партнеров ближнего и дальнего зарубежья? Спасибо, Паша, все взаимно. Внешне, как это выглядит, чтобы это не исходить, что это сугубо мое личное мнение, можно было просто обратиться к тем ведущим газетам мира, аналитическим, которые читают весь мир и считают их рупором власти, тоже США, тоже европейского, даже нашего стратегического партнера России. Как они оценивали эту ситуацию? Вы сами видели, что произошли беспорядки. Никто не может понять, в чем дело. Что были оценки, что пришел криминал как власть. Были оценки, что это идет борьба клановых групп. Были оценки, что идет интенсивная маргинализация страны и демонстрация силы захвата власти. Это оценка извне. Они сами не могли понять. Потому что это все исходило из той нашей внутренней ситуации. Мы внутри сами не могли понять. Если мы сами не понимаем, что происходит, как нас могут извне понять. Поэтому они сегодня воспринимают какую-то такая нестабильность, которая будет долгосрочной. И, соответственно, они не могут понять, куда мы идем. И данная ситуация может привести к уменьшению нашего суверенитета? Это естественно. Потому что, во-первых, мы теряем доверие международному сообществу. Мы теряем понимание. И, естественно, если мы не сама достаточная страна, ну и действительно в мире не существует, мы зависимы от крупных игроков. И мы находимся на пересечении интересов этих крупных мировых игроков. И, соответственно, конечно, если у нас внутри не будет консолидации власти и, в первую очередь, консолидации политической части общества, естественно, это будет приводить играм на нашем поле, которые будут вести к потере суверенитета. — Есть четыре закона, которые защищают наши внешние политические интересы, основываясь на прагматизм и национальный интерес. Это закон о дипломатической службе, о международных договорах, о государственном протоколе, мы с вами вместе работали, и о государственных и полномоченных органах по внешней политике. Есть четыре закона, из них два консионных закона. Но, вопреки этим законам, администрация президента подписывает контракт на 500 тысяч долларов какой-то израильской компании с сомнительной репутацией. Как может это сказаться на имидже страны? Насколько это практикуется в международной практике? — Во-первых, экономика, понимаете, как общее состояние общества, оно влияет и на внешнюю часть. Если мы никогда не жили по Конституции, у нас в Конституции написано одно, в жизни мы делаем другое, говорим, что мы к парламентаризму идем, в самом деле при парламентаризме не жили, мы саму основной закон Конституции не выполняли. То, естественно, все эти конституционные законы также не выполняются в жизни. Они написаны, они остаются на бумаге. Ну, а последний случай, то, что вы говорите, когда выявился этот факт, ну, не знаю, ряд экспертов говорят, это не последний факт. — Не последний факт. — Да, не последний факт. Если это целая череда таких, ну, поживем, увидим. Но это говорит о двух вещах, по крайней мере, таких коротких, на короткой дистанции. Первое — либо тотальное недоверие государственным органам, либо деградация государственных органов и невозможность выполнения своих задач на внешнем рынке. — Вот, например, на практику они подписались, это из рельских компаний, есть наши представители ОБС, Европейский Союз, ООН, Женеве. Эта компания имеет право разговаривать от имени Кыргызстана, представителями этих международных авторитетных организаций? — Какая бы компания ни была, она не является субъектом международного права. Субъектом международного права являются государственные органы, уполномоченные правительством, либо главой государством. И, соответственно, все это — это спекуляции, это в части таких тайных вещей, которые вдруг всплыли наружу. Но это в любом случае не красит наше общество в целом. — Это деградация госуправления. — Деградация. — Там есть официальные наши послы, представители дип-миссии, через которых мы просто по конституции обязаны в своих внешнеполитических интересах. Этот вариант мог бы где-то быть на 1% возможным, если бы в части официальных органов, как и наши дип-учреждения, послов, наше целое министерство иностранных дел, органы решали бы этот вопрос, шли бы, и вдруг на какой-то момент понадобились бы неофициальные переговоры, небольшой ее части, и только в этой части привлечь какую-то компанию, это является нормальным. Но когда изначально вместо всех государственных органов, вместо всех наших загранучреждений, на которые, кстати, с бюджета тратятся огромные деньги, заменяется компания и придает ей полностью все государственные полномочия, ну это, конечно, нонсенс. И в первую очередь нонсенс не для нас. Поверьте, это нашему имиджу наносит непоправимый урон. — И не делает чести. — И не делает чести. — Это будет свне смотреться, что мы, оказывается, привыкли и мы хотим решать вопросы какими-то спекулятивными, тайными путями, не используя официальные государственные органы. — Вот события Кыргызстана суверенны до 4 октября и после 15 октября. Резко изменилась ситуация в Кыргызстане. И это не повлияет ли изменение внешнеполитического вектора нашей страны? — Я думаю, повлияет. — В хорошую сторону и отрицательную? — Вот изначально сейчас мы идем в отрицательную сторону. Везде есть прерогатива во всем мире, имеется в виду в нормальных цивилизованных странах, что закон плох, но он должен выполняться. В любом случае. Да, надо прилагать усилия его исправить, но до его исправления его надо выполнять. Это является императивом везде. Но, коль скоро мы с 4 октября, 5 октября взяли, решили чуть-чуть переступить через этот закон, чуть-чуть немного, где-то соврать, где-то перепрыгнуть, где-то сделать. И этот процесс уже невозможно остановить. Один раз нарушив, можно будет его без конца нарушать. И потом во главе угла уже встанут не законы, а встанут политическая целесообразность. А извне, представьте, как на нас будут смотреть. Я не говорю об инвесторах, я не говорю об их опасениях, я говорю о политической составляющей, о тех главах государств, о тех других странах, с кем у нас имеется огромный комплекс соглашений, и которые будут на нас смотреть, что значит, они могут это так сделать. В продолжении этого разговора наша Конституционная палата обращается в Венецианскую комиссию по принятым законам Джугуор Кокенгеша. Им получили их рекомендации о том, что в данное время, поскольку президент исполняет обязанности, у парламента истекает срок, Джугуор Кокенгеш сегодня не имеет моральное право рассматривать фундаментальный, то есть, конституционный закон или проект Конституции. Такой же заявленный выступает Европейский Союз. Мы являемся субъектами единственного права. Мы ратифицировали ряд важных международных договоров по части прав человека, по конституционным стандартам. Вопреки позиции Венецианской комиссии, вопреки мнению Европейского Союза, сегодняшняя власть навязывает проведение референдума, не конституционный срок, а даже нарушение срока Конституции, это такое же нарушение, как и статья Конституции. Сегодня они навязывают, во-первых, президентский власть с каким-то курултаем, во-вторых, они быстро хотят заставить провести референдум 10 января. Насколько это в будущем может сказываться на венечной политической имидж страны и какие последствия может быть для нашей страны? В первую очередь, давайте обратим внимание на то, что рекомендации Венецианской комиссии в социальных сетях и в большинстве бытового мнения, в сельской местности, я вот разговариваю тоже, преподаю студентам, у них возникает такое мнение, что кто-то там с Венецией, с Италией нам просто что-то рекомендует и почему мы это должны делать? Вот в этом-то вопрос. Мы же сами стали членом Совета по правам человека. Мы приняли обязательства Совета Европы. Были представителем под комитет еще? Представителем под комитет и мы там взяли на себя обязательства. Во-первых, верховенство закона, соблюдение прав человека, свободы прессы и так далее. Верховенство закона. Мы приняли на себя обязательства. Правли игры. Да. Никто нас не заставлял. Никто нас туда не толкал. Мы стремились в цивилизованный мир. Мы стремились жить по их правилам. И теперь спустя времени говорить, что это рекомендации необязательны, можно выполнять, можно не выполнять. А как на нас будут смотреть? Как нас будут оценивать как партнеров, когда мы берем обязательства? Тем не менее, вы видите же, идут заявления. Мы в полном объеме будем выполнять все ранее принятые международные обязательства. Уже было несколько таких заявлений. И от его главы президента, и от министра иностранных дел. Но между словами и выполнением получается огромная разница. И теперь, как мы с вами в начале беседы начали, переступив один раз закон, можно будет его бесконечно много. Но это, все знают, это ведет к хаосу. Это ведет к хаосу. Хаосу не только внутри. Вызовет непонимание, настороженное отношение, недоверие со стороны международного сообщества. Я посмотрел статистические данные. За последние 10 лет только три страны с парламентской обратно вернутся в президентские республики, в президентские правления. Это Сенагал, Гага и Уганда. Теперь старается Кыргызстан опять с парламентской и президентской вернуться в президентские правления. Это может привести внутреннюю страну к консолидации, а внешнеполитическим векторам к развитию дипломатических и демократических отношений, улучшению отношений с европейским государством, парламентскими республиками. К чему может привести это? Во-первых, то, что вы говорите сейчас, действительно у нас президентское, парламентское. Во-первых, я согласен с многими экспертами, политиками, мы в парламентской стране не жили. И мы попали в какую-то такую ситуацию, не умея кататься на велосипеде, мы обвиняем велосипед, что велосипед плохой, в самом деле не прилагая усилий на нем нормально сесть, нормально поехать. Это вот первая часть. Вторая часть, всем понятно, что вы назвали страны, это действительно так. И по Европейскому Союзу, недавнюю историю посмотреть, в принципе, половина была президентских, но с течением времени они все перешли на парламентскую. 45 стран с 1993 года перешли на парламентскую. Логика была очевидной. Нужны противовесы, нужны разные балансировки политических сил, это не должно быть узурпировано кем-то. Соответственно, разность мнений, и вот тогда появилась о плюразизме, о толерантности, о терпимости и о правах меньшинств, любых, которые, может быть, неправы. И это дало толчок развитию этих обществ. Ну, действительно, поэтому сегодня, спустя столько лет истории, когда мы говорим, хвалим Запад, развитые государства, они прошли эту историю, и они говорят, что во главе угла, конечно, должен стоять свобода слова, верховенство права, плюразизмнений и разные политические силы, которые боролись с разными точками зрения. Но, если это сводить только суперпрезидентской республике, значит, это прямой путь к авторитаризму. Это не может привести к консолидации. Естественно, коллективный Запад, я думаю, он не то, что будет против, скорее всего, будет сокращение общения с нами, сокращение не то, что помощи, а каких-то перспектив развития программ и так далее. Ну, в принципе, мы сейчас это и видим. Сейчас многие международные заморожены, некоторые свертывают свои программы, сходят, но они в ожидании, что дальше будет. Допустим, я не склонен там рассуждать, что большие игроки мировые, они заинтересованы в изоляции Кыргызстана, и чтобы здесь нас отрезали от внешнего мира. Они не заинтересованы, мы сами себя отрезаем. Это ужас. А скажу, Шеюш, 5-6 лет назад вы были замминистром иностранных дел, я был представителем комитета, и самые исторические моменты, вы защищали законопроекты, я помню, и Тимир Садив защищали законопроекты, по вступлению членом Евразии. Я был представителем комитета. Это был осознанный выбор, поскольку в торговом обороте почти 42% переходит со стороны Евразии. Там находится больше миллиона наших сограждан, это традиционные партнеры. Мы осознанно шли, прохождение законопроекта было очень сложным. Теперь нас двоих, и в том числе Тимир Садив, и многие в интернете, обвиняют в том, что это был неправильный выбор. Мы не получили такого ощутимого результата. В этом вина Евразии, или мы сами не могли отставить национальные интересы. В чем вина? Мы рассчитывали на увеличение экспорта, увеличение рабочих мест. К сожалению, это компьютер очень не так, как мы хотели бы. Ну, в первую очередь, да, я помню эти процессы, помню эти переговоры, помню дебаты здесь, в Кыргызстане, да. Но мы же исходили из разумного решения проблемы нашего экономического пространства. Ну, действительно, нас не примут, в смысле, какая может быть торговая экономическая сотрудница с США или с Европейским Союзом. Это наше было естественное экономическое пространство. Но, было два момента, которые вот с течением времени начинаешь понимать. Первое, это, конечно, что ЕАЭС, Евразийское экономическое сообщество, было создано как политический инструмент сохранения влияния на постсоветском пространстве. Хотя в уставах пишется экономические приоритеты. Да, экономические приоритеты. Должны свободное передвижение капиталов, рабочих сил, услуги. Да, это вот четыре свободы, декларировалось, все это говорилось. Но, тем не менее, это, вот, видите, есть классика интеграционных объединений. Зона свободной торговли без изъятий, потом зона свободной торговли с изъятием. Без изъятия, вначале с изъятием без изъятия, потом таможенный союз, потом валютный союз, потом уже союзное государство. И вот другой динамики нет, в мире еще не придумали. И в этой части, конечно, в начале, когда многие эти государства, вы помните прекрасно, себе преференции взяли. Казахстан взял преференции торговли с Китаем. Россия вывела... Бирюбайском протоколе, да? Да, Россия вывела газ, нефть, нефтепродукты, там целый ряд позиций, которые были интересными. Да, с этого экономического сообщества. Ну, тогда были мнения, что все-таки с течением времени, если это экономическое сообщество, там не должно быть изъятий. Мы не должны повторить судьбу таможенного союза 96-го года, когда вот эти изъятия и привели к дыркам, которые... Ну, это первое, которое как политическое создали, и оно продолжало действовать. И мы сейчас видим, в принципе, сейчас уже с каждым днем, между ними, противоречие внутри ЕАЭС возрастает. Второе, почему-то у нас, я не думаю, ни вы, ни я, мы не преподносили обществу, что вступление в ЕАЭС нам сулит огромные блага, ничего не делая. Ничего не делая, что мы только вступаем, и все, у нас будет жизнь налажена, за нас приедут, все решат и так далее, все это сделают. Это открывало возможности. Я абсолютно согласен, вступая после нас Армения, экспорт для стран Евразийства увеличен на 40%. Единственное, то, что сегодня хорошо работает, это Крымско-Российский клуб. Поэтому в секретаре Евразийства мы должны оставить свой национальный интерес, и это должна быть каждодневная работа. И еще по одному транснациональному проекту, это внешне политические доктрины Китая, один пояс, один путь. Выделяется 1 триллион долларов. И здесь вовлющен Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, все страны, все интернеры, за исключением Казахстана. В чем причина? Кто у меня в ответ? А причина проста, очень проста. Мы внутри не можем разобраться. Внутри не можем до сих пор прийти, вообще ни одному кораблю ветер попутным не будет, если он не знает, куда плыть. И мы до сих пор не определились в нашей внутренней экономической политике. Вообще мы что хотим? Мы что строим? Мы действительно либерально строим. У нас, с одной стороны, некоторые элементы либеральности, некоторые элементы социализма. Все вместе в кучу взяли. Понятно это. Но чего-то должно уменьшаться, чего-то должно увеличиваться, мы должны куда-то идти. А у нас с вами получается один период такой, второй период наоборот. Мы из стороны в сторону шарахаемся. И, соответственно, получилось, что проекты в рамках «Один пояс, один путь», они имели в виду, все-таки заинтересованы были шелковый путь, который соединял бы хотя бы несколько государств Центральной Азии. Истерическая ветвь, она проходит через территорию Центральной Азии. Да. Естественно, любые проекты, здесь внутри, инфраструктурная, сельскохозяйственная, логистика. Логистика, она должна была соединять эти государства. И получилось, что здесь мы с соседями до сих пор не построили нормальных. У нас все есть. Договор о вечной дружбе. Есть больше ста соглашений, которые в жизни не работают. Основополагающие договоры. Все есть у нас. И это выше, чем стратегическое партнерство. Есть договор о вечной дружбе, где мы не предпринимем никаких шагов друг против друга, не нанесем ущерб. А не можем решить пересечение в период пандемии людей сюда, просим. Не можем, когда запрет на перевозку грузов, о каких договорах можно вести речь. И, соответственно, вот здесь мы оказались и с соседями недоговороспособные. А тогда о каких проектах в рамках «Один пояс, один путь»? Значит, мы оказались в ситуации. Сидим, ждем, когда они придут сами, сами нам предложат. И через наших чиновников решат вопросы, какие проекты им нужны. А чиновников попросит доли. Все. И на этом вопрос заканчивается. В этом году произошли выборы в Белоруссии президентской, в Молдове. Теперь через почти полтора месяца предстоит нам. Какие мы должны завелечь уроки? Завелечь один урок. Как с вами обсуждали, мир стремительно меняется. Мир стремительно меняется. С каждым днем, с этой пандемией наглядно показало. И второе, это глобальное развитие интернета и уже финансов, криптовалюты, виртуальности. Оно меняет. В это же время идут огромные торговые войны между США и Китаем, которые имеют не только экономическое, политическое. Санкционная война коллективного Запада с Россией с каждым днем нарастает и с приходом Байдена будет увеличиваться. На этом фоне точки напряженности, как вы говорите, Крым, Беларусь, Молдова, события и так далее, конечно, Карабах, Кыргызстан у нас. Мы должны извести себе уроки, что не стать разменной монетой на этом огромном пространстве, разменной монетой между большими игроками. Здесь хотя бы поймать свои интересы максимум, но для этого нужна консолидация внутри политической элиты. Вот очень важный вопрос теперь. Страна кризиса и политическим отношениям, идет покушение на конституцию, бюджета нет, каждая заложена четвертая сумма, пандемия. Вот если вам поручили бы, вы человек ответственный и ваши интеллектуальные масштабы, хватит на это, написать дорожные карты Кыргызстана по выходу из ситуации. Вот пять приоритетов могли бы назвать? Ну, сходу так могу ошибаться в некоторых вещах. Значит, в первую очередь, все-таки принять меры по консолидации внутри ситуации. То есть, общий национальный диалог? С политическими силами, неважно, хороший он, плохой, нравится, не нравится, он представляет какую-то часть электората. Все. Надо разговаривать, приходить к здесь, к консолидации, для того, чтобы здесь пришли хотя бы к двум-трем вещам. Первое, по все-таки нашему устройству, все-таки тем посылам, как будем мы дальше строить нашу экономическую политику. И, конечно, вот эти вопросы борьбы с коррупцией и так далее, чтобы выйти из того замкнутого круга, когда все наши президенты оказались. Второй приоритет, конечно, это очень важно, это экономические реформы здесь, внутри, кардинальные и очень быстрые. Реформа, прежде всего, правоохранительного органа, реформа таможни, реформа судов, это реформа образования. Потому что будущее – это вторые внутриэкономические реформы, которые… То есть, сначала политические, потом консолидации. Если не будет политической консолидации, все эти реформы будут встречать сопротивление и будут опять у нас вести к хаосу. Вот, если это надо, и в этом-то и заключается роль национального лидера. Историю посмотрите. Кто может консолидации? Махатхир, Мохаммад, Пак Чонхи, Ли Куань Ю, тот же Махатма Ганди, Дэн Су Афин. Последний пример. Путин пришел, когда Россия был хаос, когда люди лежали в рельсах. Нет, ну это огромная, большая страна. Для нас, допустим, пример Грузии, когда был Саакашвили, как он внутри все посадил, с ними переговорил, пришел консолидации определенной власти. И тогда, получилось, в первую очередь, народ увидел. Результаты. Надежду. Надежду. Им дали надежду. То есть, народу вернули доверие к власти. Доверие. А как сегодня в Кыргызском стране можно вернуть доверие? И кто это должен сделать? Как должен сделать? Вернуть доверие можно только через справедливость и неукоснительное выполнение закона. Другого пути нет. Я тоже абсолютно своему согласен. Другого пути нет. Словами доверие можно вернуть на месяц, два, три максимум. Не словами, а поступками. И поступки. Да. Месяц, два, три. А невыполнение дачи популистических разных обещаний буквально 3-4 месяца пройдет. Наступит время, когда начнут спрашивать, где это все. И мы убедились, к чему может привести политический популизм на примере Армении. Да? Да. Это прекрасно. Вот прекрасный пример. Не надо далеко ходить. Это будет, если вести путь по политическому популизму, вот. Пожалуйста. Это ожидайте нас. В ближайшее время. Асмур Иванович, огромное спасибо. Спасибо. Сейчас мы продолжим наш разговор. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok